Обмен знаниями, ключевые тенденции в отрасли и последние достижения в сфере IT. Где обо всем этом можно получить информацию? Самый очевидный ответ – специализированные выставки. Одна из таких недавно прошла в столице Беларуси – Минске. Там побывали и казахстанские компании, и стартаперы. Что представили наши представители IT-сферы, и какие перспективы ждет этот рынок сегодня в Digital KZ? Экспозиции новых решений сегодня уже не просто отражают новейшие достижения, но делают акцент на их практическое применение. На форум ТИБА приезжают ознакомиться с инструментами для предприятий и финансовых учреждений, инновациями в автоматизированном управлении и робототехнике, технологиями в потребительском секторе. В этом году мероприятие проводилось на 8 тысячах квадратных метрах велодрома Минск-Арены. Однозначно необходимо привлекать и вовлекать в цифровизацию отечественных IT-разработчиков. Молодежь, наверное, прежде всего, они ощущают отсутствие системного сопровождения и вовлечения их в бизнес-проекты, государственные проекты, и с тем, чтобы они могли участвовать активно в части общей цифровизации сферы экономики. События подобного формата – шанс для молодых казахстанских IT-компаний найти партнеров и новых клиентов. Ведь в таких ивентах участвуют международные бренды и крупнейшие национальные игроки – операторы, провайдеры, разработчики ПО, производители телекоммуникационного радиовещательного оборудования и электроники. И, по словам организаторов, в основном 30% представленных проектов – новинки. Цель поездки для нас как раз-таки была провести антворкинг, найти больше партнеров каких-то интересных. Именно мы искали партнеров в других странах, кто мог бы реализовывать наш ресурс. Удалось найти это в Азербайджане, заинтересовались нашим ресурсом. То есть сейчас у них на базе, на государственном уровне, да, формируется что-то вроде единого билетного поля для продажи билетов. Также нашим ресурсом заинтересовались IT-специалисты из Грузии, пригласили к себе также развивать рынок, поскольку там еще больше ивентов, чем в Казахстане. Это более туристическая страна, вот. И, ну, люди там больше привыкли покупать билеты онлайн. Но основное направление форума ТИБА остается цифровая трансформация. На выставке представили идеи от электронного правительства до систем умного дома. К примеру, инфраструктурный оператор Биклауд организовал тестовую зону связи пятого поколения 5G с базовой станции прямо в центре павильона. Скорость загрузки файла выше 3,5 тысяч мегабит в секунду. Правда, как рассказали специалисты, таких скоростей белорусам и казахстанцам придется подождать. Пилотные тестовые зоны 5G появятся на территории стран не раньше 2019 года. Меня удивило то, что эти все новые технологии приходят в нашу страну. И насколько, пусть пока медленными темпами, в некоторых отраслях побыстрее, как, допустим, здравоохранение, значит, таможенные какие-то услуги, это расходится, общественная безопасность, это расходится в нашей стране. То есть видно, что потребление информационных технологий в каждодневной жизни, в работе предприятий, находится все больше и больше места. От Казахстана было 9 представителей. Одним из важных документов, подписанных на полях форума, стал меморандум с Digital Constructs Group. Это технологическая компания, которая представляет решения на платформе блокчейн. Кроме того, казахстанцы подписали меморандум об участии в Белорусской ассоциации блокчейна, которая стремительно развивает эти технологии. И вхождение казахстанских компаний в такую организацию позволит обеспечить трансфер технологий, обмен опытом, знаниями и экспертами. Мне кажется, очень грамотно вписалась. Она также представляла проекты хардовой части, разработки наших молодых изобретателей, стартапов, ну и в том числе решения наших софтверных крупных компаний, которые также нашли интерес, отзыв у иностранных участников. ТИБА не только узкоспециализированная выставка, а этакий междусобойщик. Интерес к ней проявили и представители Всемирного почтового союза и Международного союза электросвязи. Ведь новой движущей силой экономики и нефтью 21 века становятся именно передовые IT-решения. Я пообщался со многими разработчиками и для себя был приятно удивлен тем, что у них не цель заработать денег, как правило, обычно, как это делают. Раньше такая была тенденция. Больше именно то, чтобы их разработки, они могли бы быть применимы и использованы вообще на общемировом масштабе. И вот это вот, наверное, такая хорошая тенденция. Сквозные технологии, искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей – перспективные направления цифровой экономики. И некоторые из них можно было лицезреть в Минске. Впервые на выставке представили технологию Wi-Fi Calling. Это голосовая связь с сохранением мобильного номера абонента, которая доступна через любую Wi-Fi-сеть. Абонент выбирает телефон из записной книги, а смартфон автоматически осуществляет соединение, но через проводную сеть. Специальное приложение для этого не требуется, достаточно один раз активировать функцию абонентам. Но интересные проекты представили и наши компании. Одна из них занимается разработкой проекционного ПК. Мы здесь сделали мобильный проектор, очень мощный, компактный относительно конкурентов. Его уникальность заключается в системе искусственного интеллекта. Там стоит камера. Камера считывает поведение пользователя, отправляет это на сервер, и на сервере уже дает отчет. То есть персона 1, персона 2, персона 3 во время презентации вели себя на этом слайде, где показывали фильм показателей. Ему было интересно на графике. Система понимает, куда был направлен зрачок, и дает отчет, что людям было интересно более финансовый показатель изучить. То есть вот так вот. И вот такая маленькая штука, она интересна продажникам, менеджерам. Цифровизация сегодня интересна многим странам, в том числе и государствам, входящим в ЕС. Цифровые транспортные коридоры – один из приоритетов цифровой повестки Евразийского экономического союза. Но понятно, что в цифровой транспортной системе не обойтись без объединения усилий представителей самых разных отраслей экономики. В рамках юридического экономического союза в октябре прошлого года был принят документ «Основные направления цифровой повестки до 2025 года». Основной целью данного документа является цифровая трансформация существующих экономик государств и членов союза. На сегодняшний день государственными членами проводится активная работа по реализации данного документа. Создан офис управления цифровыми инициативами на базе Евридической экономической комиссии. Также создаются экспертные площадки по проработке приоритетных инициатив. Важно понимать, что все государства, члены ЕС, должны двигаться по пути цифровизации единым строем. В противном случае разноскоростное внедрение цифровых технологий приведет к появлению новых барьеров на пути экономической интеграции. Если один партнер освоит электронные методы торговли, а второй не откажется от бумажных, то обязательно возникнут тромбы в обращении товаров на общем евразийском рынке, считают в ЕЭК. Впрочем, скорость цифровой трансформации зависит не только от государства, но и представителей бизнеса. Проекты очень заинтересовались белорусской стороной не только на выставке ТИБО, но и мы также приняли участие на конференции Emerge, которая проходила 17 по 18 мая. Несколько частных инвесторов, бизнес-ангелов проявили интерес к нашим стартапам. Также были предложены с их стороны уже инвестиции. В Казахстане сегодня растет новое поколение в IT-сфере. Этим ребятам интересно заниматься своим делом и создавать новые проекты. Да, оно и понятно, ведь стоимость ИКТ высока, цифровые технологии продолжают дорожать. И отдавать этот многомиллиардный пирог разработчикам, производителям и поставщикам оборудования и устройств программного обеспечения третьих стран вряд ли оправдано. Наше отличие в том, что государство и абсолютно вся инфраструктура позволяет стартапам открывать юридические лица и начинать работать на себя, что и отличает очень сильно. И, допустим, на ту же долю, желание работать на себя, не отдавая никому долю и так далее, и при этом получая поддержку, казахстанских стартапов гораздо больше. То есть, если брать в количестве, наверное, в два-три раза больше. Поскольку там люди видят выгоду исключительно в работе на кого-то. У нас же это все-таки действительно стартап, работа на себя, это будущие бизнесмены в сфере IT. Цифровая эпоха уже реальность, хотя Екателло – локомотив социально-экономического развития. Цифровой мир в корне меняет жизнь людей. Будущее уже здесь. Главное – успеть с ним подружиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова